Сегодняшнее чтение я уже загрузил. Я хотел бы, может, разберём по тысячелетнему царству заблуждение еретиков, прочитаем, что они считали в корону. Вообще, их аргументы надо послушать, ну ты прочитай, я пока буду искать. Я прочитаю тут три фрагмента Феофана Затворника, сегодня у нас 18 июля 2021 года, церковь предлагает для чтения нам сегодня несколько отрывков. 1 Евангелие от Луки, 24 глава, с 1 по 12 стих. В первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отвалённым от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они осем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предан в руки человеков-грешников и быть распятым и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Пётр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошёл назад, девясь сам в себе происшедшему. Послание к римлянам, 6 глава, с 18 по 23 стих. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела в святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плот вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плот ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». И Евангелие от Матфея. Сейчас главу не назову тут. Сфотографировано у меня. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой, лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному – пойди, и идет, и другому – приди, и приходит, и слуге моему – сделай то, и делает». Услышався, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и взглянут, возлягутся в Рамом, Исааком и Иаковом в Царствие Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровеет слуга его в тот час». И мысли Феофана Затворника на каждый день года. «Какова вера сотника?» «Удивила самого Господа. Сущность ее в том, что он исповедовал Господа Богом всяческих, всемощным, владыкою и повелителем всего сущего. Потому ты и просил, только скажи слово, и исцелеет отрок мой. Верую, что все тебе подвластно, и все слушается мановения твоего». «Такой же веры и от всех требовал Господь, такая же требуется и от нас. В ком есть такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка, и что не попросит, все получает. Так обетовал сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть на след такой веры! Но и она есть дар, и дары этого тоже надо просить, и просить с верою. Будем же просить ее, по крайней мере, с чувством нужды в ней, просить постоянно, притрудно, помогая в то же время раскрытию ее в нас соответственными размышлениями, а более всего покорностью заповедям Божьим. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! На выкрещенном вот очень хорошо к римлянам вот это послание по поводу «Освободившись от грехов, стали рабами праведности». Это прямо вообще... Весь вот этот отрывок потрясающий просто. В спорте человек становится спортсменом, приходит на тренировки, все занимается, у него растут все показатели. Но они перестают расти, если нагрузка на него не увеличивается, то есть нагрузка тренировочная не увеличивается, они не растут, он падает и начинает наоборот. А если увеличивается, наоборот, все, так христианин в вере, то есть он приходит еще, он крещается, он должен из веры в веру, из силы в силу привлечить, за счет чего? А за счет увеличения вокруг него нагрузки, то есть у него искушения вокруг него, ну то есть увеличивается, испытания, и он их проходит, и из-за этого возрастает из силы в силу, из веры в веру, вот так у него идет силу. А если они возрастают, значит он либо те искушения не проходит, на них падает, либо ничего нет у него, он не бодрствует просто, поэтому надо готов быть, то есть не то чтобы вот это состояние, которое есть, оно сохраняло само по себе, оно не сохраняется, оно сохраняется от побед постоянных, то есть оно увеличивается, то есть из веры в веру приходить. Постоянная работа над собой. Ну вот давайте о тысячелетнем царстве прочитаем, о втором пришествии Христа, кончине мира, всеобщем судей, новой вечной жизни, праведной. Я считаю вот это одна из важных стен, которая должна от зубов отскакивать, ее надо прям глубоко знать, потому что встретившись с сектантами, можно ни о чем не разговаривать только об этом и приобрести. Нет, вот здесь, именно здесь это такая тема, которая практически всегда стопроцентная победа, если хорошо знать эту тему. Вот, эта тема особенно тщательно разработана у всех сектантов, любимое имя. Это и Бакмеддер, Каргаль, Елена Уайт, Карев и многие другие, посвятившие этому вопросу почти всю свою жизнь. Написаны десятки томов с большими схематическими вставками, когда придет Христос, где в это время будут верующие и неверующие. Дома, на больших белых простынях до размера стены они рисуют подробный план периодов, в захищении, пришествии эпохи Хелиазма. Вся эта экстология любыми пищей сектантов, как у старообрядцев, масона и антихрист. Беседы на эти темы интересны, я проводил их десятки во всех городах Союза при огромном стечении народа. Трудно найти другую тему, в которой бы сектанты натолкали столько заблуждений и глупости. Когда они предлагают беседу на эту тему, хорошо немного повременить, как бы не давая согласия. Это еще более разожжет их нетерпение и желание непременно беседовать на эту тему, а нам только это и надо. Представьте, столько времени они изучали эту тему, радовались знанию тайн, сокровенных глубин. Прискушая победы, они столько лет строили, вырисовывая картину грядущих событий, но очень скоро в течение одного дня Слово Божие разметает их построение и не оставит камня на камне от их концепций. Особенно изощряется в толковании адвентисты от латинского слова «адвентус» – «пришествие». Само основание секты и ее происхождение зиждется на откровении о пришествии Христа. На этой теме сгорели и беспоповцы, и русские сектанцы-рационалисты, и современные белые и черные братства, и вся тоталитарная нечисть, как о ум Сенрюке и другие. Эти последние, чтобы не выглядеть простыми болтунами, решили заранее подстраховать свои пророчества. Если заранее разрекламированный срок 21 октября Христос не придет, по неизвестным им причинам, то они приготовили военный паралитический газ, зарины и другие закуски, чтобы вызвать преждевременные схватки рода апокалипсиса, начиная с токийского метро. Беседа о втором пришествии длится в среднем 6-7 часов. Еще раз напоминаю о методах ведения подобных бесобеседований. Заранее обговорить все правила, а они немногие, но довольно жесткие. Вести беседу должен только один, и стоя с другой стороны. И никто более не должен сдавать ни единого звука. Желающие помочь своей стране могут подавать записки. Нарушители тишины и порядка крикуны с места сразу же выводятся на свежий воздух. Перед началом собеседования диспута все эти условия объявить вслух и получить согласие слушателей на это. Обычно они согласны, но тут же начинают нарушать это главное правило. Самые воспаленные пороховые начинают выскорить на своих местах, обметать пыль над головами и трясти свои одежды. Второе, точно так же часто нарушаемое условие, равное время, отпущенное каждому ведущему. Здесь нужны настольные шахматные часы и арбитры с каждой стороны. Все должно быть за правду, не по нарушку. Как правило, это записывается на много магнитофонов, но когда вас во сколько начинать и говорить, и кончать, чтобы это тут же кто-то записывал еще раз и сразу же на бумагу. Через каждые два часа делать перерывы. Всегда начинать молитвой своими словами по конкретному вопросу и молитвой заканчивать. Обычно на этой теме сектанты надеются одержать победу с первых шагов. Мест заготовок из священного писания, используемых в беседе, у них вдруг оказывается удивительно мало. И когда они израсходуют их все, мы еще только начинаем. Поэтому заранее нужно обговорить третье условие. Когда они израсходуют все снаряды и патроны, а у нас еще не распечатанные запасы, а у нас еще тогда время не ограничено ничем. Таколь ли мы не сделаем последнего выстрела? То есть, если у него закончилось время, а у него аргументы все закончатся, у другого есть аргументы, то надо заранее договориться, что тот последний говорит, пока все не выдаст. Такое ли мы не сделаем последнего выстрела? По этой теме проигрыш их стопроцентный. И православные должны это знать заранее. Эта наша уверенность в победе и молитвенная помощь наших союзников, сидящих здесь, наводит буквально ужас на демонов. И сектанты начинают сильно беспокоиться уже на первой половине беседы. Тема сложная и многоступенчатая. Всегда помните, что все сектанты любят Библию и по данному вопросу знают, о чем говорят. Помните, что они не признают ничего, кроме канонических 66 книг Библии. Поэтому на время беседы забудьте о соборах, канонах, преданиях, житиях и трудах святых отцов. Ни шагу в сторону от Библии, иначе проигрыш обеспечен. Помню, как мне пришлось из этой темы наизусть процитировать 72 места Библии, а одно место иногда включало в себя целый пакет стихов. Мы можем заранее написать себе их на листик и заложить в Библию. Не каждому удается это запомнить, но заранее подготовить вы можете. Матфея 24.36. О днем же и том и часе никто не знает, ни ангела небесные, а только Отец мой один. Матфея 25.13. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. А они знают, как бы себя удерживают. Деяние 1.7. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Человек стремится не только изучать прошлое и следовать настоящее, но и заглядывать мыслью в далекое будущее. Эти вопросы ставили и апостолы. Терахов 3.21. Через меру трудного для себя не ищи, и что выше сил твоих, того не испытывай. В течение двух тысяч лет и ныне продолжаются попытки определить время пришествия Христа. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1-2 стих. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться. Ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает День Христов. Уильям Миллер предсказывал второе пришествие Христа в 1843 году. Потом в 1844 году. И оба раза, конечно же, обманулся. В 1877 году пришествие Христа предсказывалось возле Террасполя. Закапывали друг друга живьем землю. И дальше разбор возражений сектантов. Сектан утверждает. О времени пришествия Христа и конце мира истинные последователи должны знать и могут. И они ссылаются на этот стих. 1 Фессалоникийцам, 5-4. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Тать это вор. На это отвечает православный. Христиане, живущие не во тьме, мирской суеты, это означает. А во свете Христовой жизни всегда ожидают его, подобно мудрым девам с полными светильниками веры. То есть это означает, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас. То есть это то, что ты возрастуешь постоянно и всегда ожидаешь его. А не то, чтобы ты знал, когда он придет. Непосредственно. И вот здесь. Фессалоникийцам, 5-3.1-3. О временах же и сротах нет нужды писать вам, братья. И вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мукор, родами постигает имеющим во чреве и неизбегнут. То есть это речь о безбожниках, а не верующих. Их постигнет этот день. Верующие будут видеть, что все уже эти времена наступает и оно наступит. А они верующие, для них это будет. Они будут выходить замуж, праздновать, покупать, продавать, как обычно. Думают, что все хорошо. Им это не важно будет. Их постигнет, как потоп. Потопил всех. И только один ной знал. Так и здесь верующие. Сектант. Раньше второго пришествия Христа должен явиться Антихрист, который есть Папа Римский. Это образ Истукана. И ссылаются они на книгу пророка Даниила. Вторая глава, 31-44 стих. И вот на Откровение, 13 глава, 6-7 стих. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всеми коленом и народом, языком и племенем. То есть это они, адвентисты считают, что это речь о Папах Римских. Второй Фессалоникийцын, 2-3-4. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозначающийся выше всего называемого Богом или святыню. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. И вот Малый Рог Даниила 7,21 – это 12 миллион христиан, замученных по приказу римских папок. То есть они считают. Православные еще. Всех хитросплетений адвентистов и других еретиков доказывают, что пришествие Христа близко, ибо появилось много еретиков. Антихрист не есть целый ряд личностей римских пактов, но один человек. Поэтому мы читаем «человек греха». Не «человеки греха», а «человек». «Сын погибели», а не «сыны погибели», написано. Сам Господь говорит, придет иной, и его будете слушать, иной, а не иные придет. Иоанна 5,43. «Я пришел во имя отца моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примете». Ну, они могут сказать, а вот один из пап, который придет, он и будет. То есть не папы, в принципе, а один. Нет, они говорят, что это папство. И это все папство, которое вот создано. И погибли это 12 миллионов христиан, как раз таки. То есть уже это было событие. Антихрист – это одна личность. В одно определение, определенное время явится. Второй фисклокимс 2,9. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями, чудесами ложными. Того, а не тех». Откровение 13 глава, 16-18 стих. «И он сделает так, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободам и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому не будет, нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Но римские папы печати не имели, и на правую руку только бы не налагали». То есть это тоже уже понятно. А он должен будет налагать. «Адвентус, пришествие, адвентисты каждый день считают за год». А это неверно. То есть они как объяснили, это же написано 42 месяца. А они говорят, а это неправильно. Один день – это один год. И вот папство идет, и поэтому длительное очень. То есть это антихриста, папство само. То есть они считают один день за год. 42 месяца, сколько там дней. И это столько лет он должен править. Так перевернули. Три с половиной года. Время царствования антихриста реально. И как доказывается? Ну вот, допустим, откровение 13.5. Написано «Время», «Времена» и «Полвремени». То есть «Время» – это один год. «Времена» – два года. «Полвремени» – 0,5 года. То есть 0,5. То есть 3,5 года получается. В Писании ясно говорится, что антихриста, дана власть, действует 42 месяца. То есть 3,5 года. По попущению Божия 3,5 года будет иметь власть хулить Бога и озлоблять святых. Андрей Кисарийский. Сам Спаситель говорит, что последние бедствия людей будут непродолжительными. Не так, как они. А они, видишь, что это длительный срок. Матфея 24,22. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради ибд избранных сократятся те дни». То есть в чем они? Если за день считать целый год, они, получается, не сократились. Длительное время это. «Христос убьет антихриста духом уст своих и истребит явление пришествия его». 2 Фессалоникийцам 2,8. Папство существует с 1538 года. В 1798 году Папа Римский был взят в плен французским генералом Бертье. Сектанты почему-то не говорят, что они своей реформацией, своим учением разрушили папство. Действительно они разрушили. Он уже не во всем мире-то правит. Не менее ясным признаком второго пришествия Христа и кончинной мира, говорят адвентисты, служат исполнившиеся пророчества указания на мировые явления в природе, на религиозно-нравственное состояние современного человечества. И ссылаются они. Матфея 24,29. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небеса поколеблются». Откровение 6,12. «И солнце стало мрачно, как волосиница, и луна сделалась, как кровь». И они всякие события в истории, которые на это похожие находят. Там, допустим, это исполнилось в Англии в 1770 году. То есть были такие виды. «Звезды спадут с неба». Это было 13 ноября 1873 года. «Звездный дождь шел 3 часа». То есть какие-то события где-то происходили. Они говорят, вот это же все понятно. Православный. «Обычные затмения солнца, луной вовсе не служат признаком скорого пришествия Христа. Это совершенно естественное явление, предсказанное учеными. Библия говорит не о затмении, но солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Святое Писание разумеет окончательное прекращение света от солнца и луны. И общий мировой переворот во всем мире одновременно. И начнется все после одной общей для всего человечества великой мировой скорби. «Какой ни было, от начала мира и до ныне и не будет». Матфея 24, 21. «Но такой скорби еще и на земле и не было, и слава Богу, нет. В последний день будет упадок веры, всеобщей любви между людьми». Лука 18, 8. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Наконец и сам Христос сказал, что все указанные бедствия еще не означают кончины мира. Он говорит так, 24 глава, 68 стих Матфея. «Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, все же это начало болезней». Сектант. «Конец мира наступит не тотчас после пришествия Христа. Сперва живут только праведники и будут царствовать со Христом тысячи лет и вместе с оставшимися живыми святыни». Откровение, 20 глава, 4-5 стих. Вот они ссылаются на него. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и душа обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли на черта ни начало свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. «А живые и нечестивые будут сатаной ввержены в темницу, где пробудут с ними вместе тысячи лет до дня страшного суда». Откровение, 20 глава, 1-6 стих. «Он взял дракона, змеи древного, которого есть дьявол, и сатана исковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну. После же ему должно быть и освобожденным на малое время». То есть вот эти места все они понимают, как еще произойдут, которые в будущем еще будут. То есть они жили, да, это идет, допустим. Православный. «Христос никогда не учил о тысячелетнем царстве, а учил, что тотчас после его пришествия произойдет страшный суд. Наступит конец видимого мира, разом навсегда определится участь праведных и грешных». Матфея, 13 глава, 37 по 43 стих. «Жатва есть кончина века, жатва. А жнецы суть ангелы. Жатва кончиной века, он говорит, соберет плевелы и пшеницу». То есть одновременно. «Тогда праведники высияют, как солнце в царстве отца их». Стих 43. Ну это вот Матфея, 25 глава, 31-46 стих. Там прочитать весь. «Евреям, 9 глава, 2 стих. «Так как Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающего его во спасение». Иоанна, 5 глава, 28-29 стих. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия». «Все», написано, «выходящие в гробах». «И изыду, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждение». То есть все в изыду воскресение. Только одни воскресения осуждения, другие воскресения вечной жизни. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Так вот, вот эти места, где сказано, где мы читаем. «Свидетельство Иисуса, так вот. И душа обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, не приняли начертания на челов свою, на руку свою, а не ожили и царствовали со Христом тысячу лет». То есть тысяча лет началась на Голгофе, а ожившие – это рождённые свыше крещённые. Вот о чём речь-то. Они не приняли начертания на челов свою, на руку свою. И прочие, доколе не оточит тысячу лет. Это первое воскресение. То есть это первое, кажется, воскресение до всеобщего воскресения. Ну, а ты видишь, очевидно должно быть, кроме начертания. То есть там явно должно быть отречение сопровождать вот это принятие. А это и есть, это грех. Потому что здесь вот неоднократно показывается, что согрешивший, он как принял начертания, просто грех ты делаешь, ты принял начертания Антихриста уже, сатанинское начертание. Мы в других местах читаем и будет он начертание ещё года три с половиной года. Бля, ты тоже, тот человек подготовил от себя, от этого начертания, отшли в Галов место, как бы ты делаешь. Да, то есть тут речь-то... У Иоанна Кристианкина есть же хорошее пояснение про все эти ННР и прочее. И он говорит, да вы давно уже приняли начертание, если вы заповеди Божьи не соблюдаете. Это оно и есть, говорит, ты уже служишь о сатане. Да, именно так и есть. Это уже просто последнее. Это будет уже просто запищено, то есть что у тебя... ты уже не сможешь сказать, а я там чего-то нет. У тебя будет стоять на теле уже. Угу. Сатана до конца. Так, ты посвятил в институт, и ты пять лет заучился, через пять лет получил тепло. Все, он уже покрет, ты уже специалист в этом деле. Так же ведут. И сама книга «Откровения» она так написана, они переплетаются там всегда между собой. Там нельзя ее последовательно... Да, да, да. По картинам. Одна картина сменяется другой картиной. Так, ну вот, они учат, что Христос придет, что это будет, то есть до еще, до Страшного Суда. Ну, вот эти места Писания все опровергают. Вот, допустим, Иоанна, там, 6 глава, 39, 44, 54 стих. «Воль же, пославши меня Отца, есть та, чтобы из того, чтобы Он мне дал, ничего не погубить, но все то, то есть воскресить в последний день». То есть опровергается явно этими словами. То есть воля, что все то, что Он мне дал, то есть это все верующие, кому Он мне дал, но все то воскресить в последний день. То есть все то, что Он мне дал Бог, то есть это не раньше за тысячи лет, а в последний день. не как перевернуть, чтобы в последний день это длится столько-то лет. «Воля пославши меня есть та, чтобы всякий видящий сын и верующий Его имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». В последний. «Имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». А не то, чтобы за тысячи лет и он за тысячу лет и он за тысячу лет. «Иоанн 1,24 Марфа сказал ему, «Знаю, что воскреснет на воскресенье в последний день». Про Лазаря. Лазарь – это праведник. 12,48 Иоанна. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеют судью себе слово, которое Я говорил, а оно будет судить его в последний день». Умирают все и праведники, и грешники, и все следовательно живут, как грешные, так и святые для суда над ними. Таким образом, апостолы и сам Христос учили об одном и одновременно будущем воскресенье для суда праведных и грешных, который будет в последний день перед кончиной мира. Учили об одном небесном царстве и никогда не учили о третьем его пришествии, о том, что грешники не воскреснут, что будет две смерти и два воскресения. Это есть выдумка отпавших от православия. То есть, таких физических две смерти и две воскресения. Матфея 22,29 Заблуждаетесь, не зная Писания ни силы Божьей. Нигде в Библии нет ни намека на три пришествия Христа. Два воскресения из мертвых телами. Как же понимать слова откровения, что сатана будет связана тысячи лет, что грешники не воскреснут, а лишь праведники, которые будут царствовать со Христом тысячи лет. Это мы читаем откровение 20 глава 7 и 8 стих 14. Когда же кончатся тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обращать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога и собирать их на брань, число, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И смерть Ян повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И говорится о смерти второй и смерти и от повержен в озеро огненное это смерть вторая. Как существуют две жизни, плотская и духовная, так точно существуют и две смерти, одна временная естественная, другая вечная духовная. Когда люди еще здесь умирают нераскаянно для вечной жизни в грехах и к смерти и к хулей на Духа Святого, то есть это смерть духовная. Равным образом существует и два воскресения. Первое воскресение Таинство Крещения верую в Бога. Колоссян 2 глава 11 по 13 стих. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. Погребены, они окроплены в крещении. В нем вы совокресли, совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ними, простив нам все грехи. То есть прощение грехов это и есть оживление. Омытие это новое рождение. Это об этом и речь. То есть воскресение первое. Блаженный свят, чуть не согнуло. Блаженный свят, участвующий в воскресении первым. Об этом и речь. Ефесянам 2 глава, 5-6 стих. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот знаешь, можно говорить, что я благодатью я спасен. Благодатью. Можно сказать, почему апостол Павел сказал так. А если скажешь так православно, они накинутся на тебя как на сектанта. Потому что Писание, если бы они знают, то же я неоднократно когда говоришь, допустим, приписываешь, говоришь, рожден от Бога не грешит, сразу как на сектанта накинутся. Наверное. А еще раз зачитай это место. И когда им показываешь от Иоанна эти строки, Библию открываешь, они говорят, надо посмотреть толкование на это. Да. А толкование они не поймут. Там так написано, что не понимают они. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены и воскресил с ними и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть вы в данный момент спасены. Когда ты выходишь чистый, когда тебя убить, ты очищенный выходишь из Христа. Ты спасенный выходишь. А они возражают на это, что не спасен ты, потому что это грешно или что? Какой там аргумент идет? Ну будет так. Что-то в этом роде. Неверие будет просто в это дело. И сам Христос говорит, что всякие. А другой вопрос ты спросишь. А ты там спасешься, вот если тебя спросят, то есть ты не знаешь, ты же можешь не сохранить это. Вопрос несохранения только в этом. А не в том, что Христос все сделал для твоего спасения. Благодатью. Там уже от тебя немало зависит. Сам Христос говорит, что всякий верующий перешел от смерти в жизнь. Евреям 12 глава 22-23 стих. Вот это они не понимают. Отсюда все. У них все плотское. Но вы приступили к горе Сиону, как раду Бога живала, к небесному Иерусалиму и к темам ангелов, к торжествующим соборам и церквям первенцев, написанных на небесах, и к Судью всех Богу, и к Духам праведников, достигшим совершенства. Бытие 2 глава 17 стих. Ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть духовная смерть, отступление от Бога, это первая смерть. От первой смерти должно быть духовное воскресение. Первое по счету. То есть это рождение свыше. Второе воскресение с телом, для суда и получения вечерного воздаяния. Ну и вторая смерть, это движение в гену огненную. Надо христианами, рожденными. Второй смерти нет. Вторая смерть не имеет над ними власть. Первый коринфянам, там 15 глава 22 по 25 стих. Первый вселенкийцам 4 глава 13 по 17 стих. Второй коринфянам 5-10. Ибо всем нам должно явиться на предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Не просто приходилось... Всем нам нужно явиться. Не так, чтобы они будут судить. Он говорит, нет, всем будут... Они как считают, на тысячи лет вот эти раньше собрались, тысячи лет со Христом, а тут эти остались. И потом они сходят и судят их, остаток грешников. Тут написано, всем нам нужно пристать на судилище Христово. А смерть вторая не действует только если рожденный свыше все-таки сохранил себя, а не просто так. Конечно. А то скажут, я родился свыше, и все, уже смерть вторая, гиена, это не для меня. Ну это уже сектантское мышление. Да. Это важно тоже, просто понимаешь. Выражение связать сатану значит уничтожит его власть, что уже исполненность, как говорит апостол Петр и Иуда. Смертью смерть попрал, мы еще читаем. Второе Петра 2,4. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака передал блюсти на суд для наказания. То есть он связал и передал блюсти на суд для наказания. То есть они это не верят, говорят, сатана не связана, люди же согрешают, значит сатана не связана, по их мнению. А нет, здесь, видишь, апостол Петр говорит, что связав узами адского мрака, предал блюсти их на суд для наказания. А блюсти на суд это как еще какой-то расшифровать немножко хочется. Блюсти на суд в смысле будучи ведомыми на суд или как это по... Ну то есть сейчас они остались как бы... Они уже осуждены. Но осуждены, да. Приговор еще не исполнили. И они связаны над христианами, над теми, кто они власти не имеют никакой. Они связаны крестом Божиим. То есть Господь связал сатану. Теперь ты сам к нему человек крестьянин. Это все касается только христиан, уверовавших. Они такую же власть имеют над неверующими, как и имели. Но теперь он связан по отношению к христианам. Матфея 12,29 «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещь его, если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его?» То есть он расхитил или не расхитил? Вопрос. Если он не расхитил, получается, значит он не связал. А иначе как он может так расхитить? То есть сделать людей христианами, если не связался с сану. А если не связал, значит это не Христос был. А связанность вот она как проявляется? То есть предположим, человек неверующий, на него сатана нападает более люто, чем на верующего? Или как это проявляется? Ну да. Ну да. Рожденный от Бога не грешит. Вот так проявляется. И рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. У него есть хранить себя. Это в этом плане значит, что сатана связан и у него нет власти. Он потерял власть. Христос умер. Он умел власть-то по какому? По грехам человека. А тут грехи скуплены. Все, власти нет у него человека. По закону Божьему. Никакой. Но это не распространяется при этом на верующих? Нет. Ну они потому что все к нему пошли, к сатане, который на цепи сидит. Они все там находятся. Они распространяются, но они могут его тоже власть не применять, потому что они могут принять жертву Христову и все. И тогда власть потеряется сатаной на неме. Если захотят. Да. Да. Сатана связана с Голгофи. А вот еще. Так, да. Евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. То есть он лишен силы или не лишен? Лишен. Лишен. А как дети... То есть это и есть о том связан. Вот и на тысячу лет скован с осна. 1 Иоанна 3.8. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть получается он не явился, если он сейчас не разрушил их дела. Иоанна 16.8.11. И он пришед и обличит мир о суде, о суде же, что князь мира сего осужден. Вот получается не осужден, если еще они считают, что еще не наступило это время. Ныне суд мира сему, ныне князь мира сего изгон будет вон ныне, Христос говорил. То есть когда я зашел на крест, уже перед этим, перед тысячелетом царства. И также другие места. Иоанна 14.30. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Колоссянам 2.15. Отняв силу начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собой. Ефесянам 4.8. 2 Тимофей 1.10. Открывшийся же ныне являемым спасителем нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Через благовестие, видишь, жизнь является. Псалом 67.11. Ты вошел на высоту, поденил плен, принял дары для человеков так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. Исайя 25.8. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по своей земле, ибо так говорит Господь. 1 Коринфянам 15.53.55. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа? Раскраяние в том не будет у меня. Теперь ад не имеет власти, не имеет победы над всеми людьми. Я хотел еще дополнить, что все-таки верующий от неверующего, помимо того, что тут просто неверующий, тем отличается, что верующий не просто верит в Бога, в Иисуса Христа, он еще верит Богу. То есть все, что Богом сказано, он берет и исполняет. И он еще при этом вверяет в свою жизнь Богу. То есть он исполняет то, что написано. И это Писание, оно как ограда для сатаны. Он не может перепрыгнуть. Потому что ты исполняешь, ты ходишь во свете Божьем. И все, он не может ни с какой стороны к тебе. А если ты веришь просто в Бога, в душе, и не исполняешь то, что он сказал, то сатана тут со всех сторон имеет к тебе доступ. Веришь и веришь. Демоны тоже верят и трепещут, еще написано. Они может еще больше верят-то. Да. Они больше точно знают. Они больше точно верят. Они знают. Да. Даже верить не надо, они знают. Для них это реальность просто. Ну вот видите, еще тут очень... Какой реальностью надо жить-то? Вот мы все это прочитали. Не просто я там верующий. А вот это тут описывается некая реальность. Что произошло с сатаной. Что Христос сделал. И мы должны эту реальностью жить. Она должна... А не так, что просто что-то где-то. Если это не читать, человек не живет этой реальностью. Он живет реальностью, которую ему мир предлагает. Все равно. Презначен. Да. Сатана связан. И мы должны знать. То есть, этот человек, когда унывает, вот там что-то у меня в грехе. Сатана связан. Я не могу, допустим, от какой-то страсти избавиться. Я слабый. И так далее. Это выбивает, потому что сатана это знание. Человеку верить, то есть он не слышал, не знает, ему и верить не во что. Как он будет верить? Он не может по-другому знать. Вот как этот же был какой-то святой. Его все знали. Ему ангелы прислуживали в алтаре. Но он считал, что Милхиседек это Христос. А у него прямо ангелы прислужили ему в алтаре. А было такое заблуждение. Ему ангел ни один не сказал, что ты заблуждаешься. В итоге, там один человек об этом узнал и ему сказал, помолись. Вот я такой, говорит, вопрос. Думаю, Христос ли это или кто это? Можешь помолиться, спросить его? И он помолился, спросил, ему ответили, что это не Христос. А он говорит, а почему ты стоял со мной постоянно, ангел не говорил ко мне? Нет, ну, мне не говорил. А ты, говорит, не вопрошал этот вопрос и оставался при заблуждении плитом святой. Потому мы можем много чего заблуждаться, даже не зная, не вопрошая. Это у Бога. И даже явные чудеса с нами происходят, Господь делает через нас и все равно может заблуждаться. Да, вот это есть. Почему сектант уверовал? Он Христа уверовал, все. И он думает, что это верный путь. Он потому, что он не знает, что в другой хвостах ты везде можешь заблуждаться. И так и православные тоже, они уверовали, все там, исповедовались, причащаются, но мы и благодать чувствовали, и грехи какие-то оставили. Но много заблуждений надо исследовать и дальше идти. И поэтому нужно искать его постоянно. Потому что написано, что ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его, ищущим его воздают. С момента связывания сатаны наступает тысячелетнее царство. Время евангельских проповедей заканчивается за три с половиной года до кончины мира. Выражение тысячелет не означает вписание точного времени, а большую, но неизвестную для нас продолжительность времени. Слово тысячелет означает множество, но отнюдь неточное время, например, исход, 20 глава, тысячи родов, значит много. Потому что тысячи родов еще не прошло даже. И другие еще примеры. Вот тут перечисляются второзакония, Псалом, много где тысячи, тысячи, это речь о множестве. Псалом 89,5. Ибо перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он пришел, и как стражи в ночи. 2,5,3,8. У Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Как же понимать слова от откровения о тысячелетнем царстве Христа? Это тысячелетнее царство Христа нужно относить к продолжающемуся здесь и сейчас на земле царству среди верующих. И его славного воскресения до второго его пришествия сюда над миром. До пришествия Христа на землю было царство дьявола, а с момента связывания сатаны начинается тысячелетнее царство Христово. Ефесянам 2,2,2,2,2,12,13. Вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в ценах противления. Чтобы вы были в то время без Христа, чужены от общества израильского, чтобы заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Откровение 2, 20-го, 1-й, 4-й стих. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змеи древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил на нем печать, дабы не причал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После всего же ему должно быть освобожденным на малое время. То есть, вы смотрите, он заключил сатану, заключил печать, наложил, дабы не причал уже народы. Не причал, а дабы не причал. Это не значит, что он не будет причать. А печать это что? Это крест. А кто крест не имеет, у них нет печати. Он их причал. Он запечатал его смертью своей. Если веры нет, для тех вот не запечатан сатана. А для для христиан запечатан. Ну вот он когда распечатан будет три с половиной года, он также не будет распечатан для христиан. Но он будет теперь уже власть убивать. Реально. Ну там, наверное, все равно у христиан будет особая благодать какая-то, да? Болен. Конечно. Но власть над телами видать будет отпущена. То есть убивать будет? Да. То есть он должен совершить все преступления до конца. Должно быть совершено неудерживание. Не будет удержано. Как этот Игнатий Тихонович сказал, что он говорит, как Гитлер убивал евреев, так антихрист будет христиан убивать. Ну да, тебя вколят что-нибудь и все. Тебя даже спрашивать не будут. Так вот. Дабы не повещал, и это так же понимается, допустим, ибо так взлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единорода, дабы всякий верующий не погиб, но умел верующий. Знаешь же, все. Дабы... Господь наш Иисус Христос победил дьявола. Основал Церковь свою и вторую, которую, точнее, не одолеет никакая ересь. Салом 104, 7 и 8. Он Господь, Бог наш, по всей земле суды Его вечно, вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал в тысячу родов. Блаженный Августин и другие лучшие толкователи понимали так. Откровение, 20 глава, 1 по 4 стих. Ангел, имеющий ключ от бездны и заключающий туда связанного им дьявола, это ангел, есть Христос. Это исход 3 глава. Малахи 3, 1, там уже написано. И увидел я ангела. И другого, говорит, ангела. Это, кажется, Христе. А, и ангела завета. Ангел завета, это Христос, там написано. Свою властью разрушившийся дело дьявола, дабы смерти лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. И на место его царства, из которого он был изгнан вон, сатана, пришел создавший свое благодатное царство Иисус Христос, в которое стали непрерывно входить в его истинные последователи, воскресшие духовно крещенные. Итак, Римлянам 6, 4. Мы погреблялись с ним в крещение, в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Для новой во Христе и со Христом жизни и здесь, на земле, и за пределами гроба. Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. Лечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Тысячелетия, в течение которых будет связан в своих губительных действиях дьявол, и непрерывно будет продолжаться. А, ну еще, кстати, надо не забывать, это мы говорили про духовную часть, да, вот это связано, но еще он реально связан был. Язычество, то есть было царство дьявола по всему миру. Язычество, то есть везде, все было. Христос, все низверно. Христианство везде распространилось, низверно было язычество по всему миру. Абсолютно. То есть реальное. А сейчас видно, все возвращается уже опять, ну к тому, к чему было. Но Христос реально землю оградил, то есть человечество. Были все истуканы, неизвергнуто. Все это было побеждено в течение там четырех веков. Вот. Тысячелетие, в течение которых будет связано в свои губительные действия дьявола, непрерывно будет продолжаться царство Христово, означает то же, что тысяча родов. Это весьма продолжительный, неопределенный период до скончания века. Все люди тогда, в последний день Вселенной, воскреснут телесно. А первое воскресение для уверовавших и принявших крещение, это воскресение душ через принятие Христа в свое сердце, принятие крещения и вход в церковь. Лука 15.32 О том и надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Нас, мертвых, по преступлениям воскресил. Ефесян 2.1 Малое время, на которое по истечении тысячелетнего периода дьявол будет освобожден, означает непродолжительность владычествования Антихриста три с половиной года, после чего последует воскресение из-за мертвых всеобщее. Тысячелетнее царство Христа существует теперь, начало же оно после воскресения Христа. Сегодня ставится печать невидимая на верующих Духом Святым. Вот это печать Божией. Иезекииле 9.4. Вот о той печати, которую на всех верующих. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и над челами людей, скорбящих и вздыхающих о всех мерзостях, совершившихся среди него, сделай знак. То есть, как должны христиане, они не просто должны, там что-то я только себя спасаю. Они должны переживать реально. Людей, скорбящих, воздыхающих, от всех мерзостях, совершающих среди него. То есть, ты все это видеть должен, видеть и воздыхать, скорбить. Ты не видишь, и так сейчас. По предыдущему хочу добавить, ты сказал, что в течение четырех лет язычество, оно было упразднено в сатанинское вот это. Веков. Веков, да. Четырех веков. И сейчас оно опять начинает. Каким образом? Так это же проповедь, благовестие. То есть, христианам дан инструмент конкретный, как бороться с сатаной. Это другим возвещать, о том, что Христос пришел, умер за нас, воскрес и зовет нас в жизни будущего века. И если мы этого не благовестуем, не проповедуем, как многие говорят, а мы же не апостолы, вот она тьма начинает сгущаться над миром. Опять. Опять. Именно из-за того, что миряне не проповедуют, не благовестуют. Священники миряне все. Все. Христиане. Христиане, да. Христиане, они как бы помогают, те, которые не проповедуют, сатане помогают опять это все. Тьму вот это вот густить. Своим бездействием вот этим. Именно так. В последние три с половиной года Антихрист будет ставить печать телесную, видимую. И телесную, видимую, так как так идет подготовка печати, через принятие ИНН, подготовка печати. Потом еще уживлять чипы, или еще какие-то ставить неистребимые знаки. То есть это все подготовка. Святые отцы об Антихрисе говорили. Ирини Ильионский. Будучи отступник и разбойник, он, Антихрист, захочет, чтобы поклонялись ему как Богу. И будучи раб, захочет, чтобы его проглашали царем. Он получил всю силу дьявола, придет не как царь праведный и законный, состоящий в покорности Бога, но как нечестивый, неправедный, беззаконный, как богатступник, злодей и человека, убийца. Святитель Кирилл Иерусалимский. Сатана, ну как вот Ленин пришел, беззаконник, беззаконным путем. Сатана, зная, что не будет ему уже прощения на суде, не через служителей своих, но сам, наконец, явно воздвигнет брань во всех же знамениях и чудесах ложных. Ефрем Сирин говорит так. Явится Христос на облаках со святыми ангелами, судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его. Ибо действительно, страшно Христово во славе пришествия. Чудное дело, Христолюбцы, что небо внезапно раздирается, земля изменяет свой вид, мертвые восстают. Земля представляет тело человеческое, каким приняла его. Не оказывается даже недостатка в человеческом волосе перед судьей, потому что каждая полагает Бог в нетлении. То есть, все бессмертными воскреснут. Все приемлют тело сообразно собственным делам своим и от концов земли ведутся все на суд. Тогда, братья мои, Христолюбцы, все человечество будет стоять перед Христом. Святитель Иоанн Златоуст говорит, тогда явится знамение Сына Человеческого, то есть Крест, Матфея 24-30, который светлее солнца, так как солнце помрачается и скрывается, а Крест является. Он не явился бы, если бы не было гораздо светлее солнечных, не было гораздо светлее солнечных лучей. Крест же приносит для того, чтобы грех иудеев сам собой осудился, по дому тому, как если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать сам камень или окровавленные одежды. А в воскресении, безусловно, всех людей одновременно и при том только в последний день истории человечества и праведных, и грешных учили все отцы и учители Христовой Церкви, говоря, что все люди воскресли с теми же телами, какие жили на земле, но только тела эти будут уже нетленными и бессмертными. Так, ну вот эта часть по этой теме одна, и вторая часть в откровении, в толковании на откровение Ивана Богослова. Приложение там. Приложение, сейчас у меня тут интернет есть. Сейчас мы дают объем. Там уже... Это уже Геннадия Фаст, тут и Геннадия Фаста был. Геннадия Фаста был. Так вот. Существует очень много ложных эскатологических учений о ложных толкованиях и ложных оттолкованиях апокалипсиса. Разбирать их всех нет невозможности, ненадобности, да и просто нет человека, знающего все бесконечные вариации постоянно меняющихся, отмирающих и нарождающихся ложных пониманий. Как в народных поверьях, так и в различных сектантских течениях. Достаточно просто изложить учения православной церкви, принятые от самих апостолов, изложенные в творениях святых отцов. Но все-таки рассмотрим несколько широко распространенных в наше время лжеучений. Одни опровергаем сразу, другие по ходу толкованиях. Сейчас надо будет открывать здесь библию, на телефоне. Распространено учение о том, что сам Иисус Христос якобы сказал, что Его второе предшествие в мир во славе состоится при жизни апостолов. Основание для этого считаются слова из Евангелия. Матфея 10, 23. Я поеду, я поеду. Тут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно, говорю вам, не успеете обойти городов израилевых, как придет сын человеческий. То есть, они говорят, что значит, вот он придет, будет пришествующий до этого. Так далее, 16, 28. Истинно, говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем. То есть, вот тоже, они говорят, вот указывает на то, что Христос явится еще до... Неправильно это понимают. Да. Далее, 24, 34. Истинно, говорю вам, не предет род сей, как все сие будет. Не предет род сей, то есть, тот род, который при них, они думали, что, как все сие будет, то есть, будет уже пришествование. Речь о пришествии. Иоанна, 21 глава, 22, 23 стих. 21, 23 стих. 21 глава, 22, 23 стих. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приеду, что тебе до того? Ты иди за мной. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет, но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? То есть, тут тоже толкуется, что пока Иоанн Богослов жив, он еще должен прийти, Иристос, или значит, Иоанн Богослов воздвигнет будет на небо. Ну и вот. Поскольку этого не случилось, вот допустим, видите, то есть эти места, как бы говорят, что Христос придет при апостолах, как бы они так толкуют, и ожидание первохристианам пришествия Христова при их жизни. А поскольку этого не случилось, то значит, учение Христова не непогрешимо. Он, дескать, принес великое учение, но, увы, ошибался, а потому не являлся истинным Богом. Это учение в нашем веке активно разрабатывал знаменитый протестантский теолог, гуманист и врач Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии мира. Об этом же учении пишет в своей брошюре «Почему я не христианин?» английский математик и писатель, лауреат Нобелевской премии Бентрон Рассел. Но у великих людей великие заблуждения. Тихо. Ева, тихо. Но у великих людей великие заблуждения. Увы, по учению, которое они проповедовали, основано исключительно на ложном толковании слов Спасителя. Итак, Матфея 10, 23. «Ибо истинно говорю вам, не успейте обойти городов Израилев, как придет Сын Человеческий. Да, здесь говорится о пришествии Сына Человеческого, но ведь это еще совершенно не означает, что речь идет о Его втором пришествии и славном пришествии. В данной главе Евангелия говорится о поставлении Христом своих 12 апостолов и послании их одних на проповедь. Досели они еще никогда не отрывались в своем служении от Учителя. Теперь же Он их посылает одних и говорит тому же о том, что их будут гнать и преследовать». 23 стихе написано. «И еще не окрепши духовно и не получивши силы свыше» Лука 24, 49. «Ученики могли впасть в уныние и дерзнуть на этот труд». Не дерзнуть на этот труд. И тогда Господь утешает их и говорит, что это испытание не будет долгим и не успеют они еще обойти всех городов Израилев, как Он уже сам к ним придет и на том испытании их кончится». То есть это еще при жизни все было. «При жизни, да». Он пришел, а встретил их как там написано в Галилее или где-то. «Нелепость утверждения, будто Христос говорит здесь о своем втором пришествии, очевидна, так как Матфей написал свою Евангелие в то время, когда апостолы явно обошли уже все города Израилевы. Да и почти вся Римская империя уже была оглашена апостольской проповедью. Так неужели стал бы он записывать столь явно не суразец? То есть он же писал это, уже Христа давно уже он вознесся, если бы он, эта речь шла о втором пришествии, а он еще не пришел в Христос, как он мог это написать? То есть он это бы не написал даже. Так неужели кто бы тогда стал его слушать и принимать такое учение? Как бы мог Матфей приписать такие несоответствующие слова тому, о ком он говорит, что это Мессия, Сын Божий, Воскрейший, имеющий всякую власть на небе и на земле? Эту мысль также можно найти и к стихам 16, 28 и 24. 24, 34. Возьмем другие высказывания Христа. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, глядущего в Царстве своем. Матфея 16, 28. Ответ? Мы знаем, да, очите сразу же в тексте, в дальнейшем тексте. 17 глава, там сразу описывается. Стоящие здесь это 12 учеников, некоторые это Петр, Акфа и Иоанн, то есть некоторые стоящие здесь, значит, некоторые из этих учеников, он взял вот этого Петра и Иоанна, они через 6 дней увидели Христа, грядущего в Царстве своем, то есть увидели его на Фаворской горе преображенного, не видя рабском, как всегда, а видя царском в божественном сиянии своей прославленной плоти. То есть вот это явление на Фаворском горе, вот это в нетленном свете. Увидели, как царя живых, явление рядом или пророка и живых взятого на небо. И как царя умерших, явление Моисея. То есть видите, это речь-то на Фаворс, что они зашли. И снова обращаемся к Евангелию. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет, все сие будет. Все сие, все знамения второго и славного пришествия, какой же род не приедет? В следующем стихе, стих 35, говорится, что не приедут слова Христовы, то есть этот род, хранящий слова Христовы. Род христианский речь. И апостол Пёртон называет христиан родом избранным, как и посоломопевец Давид говорит о роде, ищущем его. Псалом 23, 6. Несмотря на все гонения и катастрофы, даже времен Антихриста, этот род христианский не приедет. Еще один момент запечатлен в Евангелии. То есть, все понятно, род сей, это христианский, он не приедет, пока он не придет. То есть, христианский род сохранится до последнего пришествия Христа, всегда будет. Так, еще один момент запечатлен в Евангелии. Его Иоанн, увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Петр привык всегда иметь вместе со своим, быть вместе со своим другом Иоанном. И вот, Господь послал Петра на великое служение и предсказал его кончину. Глава 21. Он же говорит им, наступит время, когда тебя поведут куда не хочешь. Но Петра волнует еще и еще. А что же будет с Иоанном? И Господь отвечает, стих 22. И снова надо выяснять, о каком же своем пришествии и куда говорит здесь Господь. неоднократно. говорил Христос о своем пришествии на Иерусалим для его разрушения. Матфея 24. Описывается полностью разрушение Иерусалима. Марка 13. То есть, это речь о посещении Господнем за счет войны, за счет разрушения Иерусалима. И он говорит в Псалом 88.33 «Посещу жезлом беззаконий и ударами неправду их». Это совершилось в 70-м году через римских императоров Воспесиан и Тита. И действительно, до этого времени все апостолы повсюду проповедовали Евангелие и мученически перешли в жизнь вечную, в жизнь иную. А Иоанн же до этого времени оставался в Иерусалиме, никуда не уходя и неся на себя заботы о Пресвятой Деве Марии, Матери Господа, врученном Ему Христом распятом на кресте. После же пения Божьей Матери перед разрушителем пришествием Господа на Иерусалим через Воспесиан и Тита Иоанн оставляет Иерусалим и выходит на проповедь, которую ведет еще 30 лет. То есть, смотрите, почти все апостолы уже к тому времени погибли, там какие-то остались, но Иоанн так и остается в Иерусалиме, то есть, как Господь сказал, доколе я приду. Доколе пришел Тит и разрушил Иерусалим, он до этого вышел оттуда. То есть, он жив остался, он всех дольше прожил. Да, и Христос-то пришел еще при жизни к Ним. Ну и да. Что же касается того, что первые христиане ожидали пришествия Господа еще при своей жизни, то это совсем не говорит о том, что Христос им это говорил. Христос говорил им только о своей близком пришествии, не указывая срока. И в последующие века часто христиане ожидали пришествия Господа при своей жизни. И ныне многие считают, что наше время есть последнее время, и нам придется встречать грядущего Христа. Вот, кстати, вот это признак христианина, то, что он считает, что в принципе в последние времена апостол Павел считал, что в последние времена мы считаем его апостолы. Все святые считали, что когда они живут в последние времена и мы, как христиане, должны идти. Это вот не так, что считать, а они считали, что мы считаем. Это должно быть наше убеждение. И мы сейчас... А не так, что а, это когда еще будет. Но признаки похожие, сейчас мы видим. И они видели в свое время, видимо, тоже были каждый раз. И это правильный, самый нормальный настрой. Это бодрствование называется. И ныне многие считают, что наше время есть... И потому что в каком-то все-таки будет. Не знаю, я почти уверен, что в наше время, но как бы я понимаю, что оно может быть растянуто еще дольше гораздо. Но не исключена возможность того, что все мы уснем смертью, и только грядущее поколение встретит Христа грядущего. Во все времена были люди, предсказывающие точную дату пришествия Христа. Их последователи собирались встречать Христа, но он не приходил. В 1832 году, например, таврические сектанты, ожидая явления Христова, распродали все свое имущество и целыми селами пошли в Закавказе, встречать на горе Христа. Но обманутые своими божаками и разоренные вернулись ни с чем домой. Это еще хорошо, когда вернусь домой. Как они в Христа собирались встречать? Исполнением заповедей? Или просто... Или так встретить? Прямо так. Асана Вышний? Включать? Или что? Непонятно. В XIX веке немцы-менониты в России под водителем класса Эппа толпами двинулись в Туркестан в Среднюю Азию и встречать грядущего Христа. Так там и появились первые немецкие поселения. Один из основателей адвентизма Вильям Миллер два раза назначал второе пришествие на 1843 год, потом на 22 октября 1844 года. На 1914 год назначено пришествие Христа Чарльзлом Расселом в США, основателем учения секты свидетелей Иегова. Намечалось пришествие Христа на 70-е годы нашего столетия. Сейчас в ходу народное поверье о том о пришествии Христа в 2000 году никогда подобные пророчества не исходили от Священного Писания. Это чуждо не только православия, но и католичеству, ибо Священное Писание и Стеатцы так не учат. А о том, что будут ложные пришествия, говорил сам Господь. Он говорил так. «Тогда если кто скажет вам вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут уже Христы и уже пророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. А дне же своего пришествия Христос ясно говорит, а дне же дом и часи никто не знает. Ни люди, не знают ни Ангела Небеса, ни Сын, но только Отец». Ну и сейчас тон там длительный. Думаю, на сегодня достаточно. Если что-то есть рассказать еще. Про бодрствование и ожидание мне нравятся слова Златом Исска. Только плотно. И чем неожиданнее в детстве, тем сложнее оно переносится. Как так, тот же и придет неверующий. И они вроде захотят быть верующими, захотят быстро-быстро подготовиться, а не получится. Будет сложно шагать. И чем неожиданнее в детстве придет, тем сложнее потому что когда ты ожидаешь, ты готов к вечернему, к вечернему, конечно, к вечернему, к вечернему. Не просто-просто, а даже в радость потому что подготовились до этого и надо ожидать. Да, весь вопрос, что нам эта жизнь, она подготовка идет. Не подготовка, даже не к Антихристу, даже на суд, в суду, встречу с Богом. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, благодарим тебе, Христе Боже наш, за эти занятия, которые ты нам дал провести, за это собрание. Благодарим тебя за толкователей, за благослови отца Геннадия Фаста, отца Игнатия Тихоновича, за эти труды. Слава тебе, благодарим тебя за то, что мы встретились с ними, за веру, которую ты нам дал. Слава тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Так хорошо, пусть будет разобраться.